всех приветствую сегодня продолжение рассказа о новом геймпаде для спектрома кто не видел первую часть можете посмотреть она хоть и затянутая но там кое-что может быть найдется полезная ссылка в описании для тех кто не смотрел и вообще напомню что предлагается ввести новый стандарт управления по типу контроллера от sony playstation нажатия на нём это нажатие на клавиатуре получается то есть во всех старых играх геймпад будет работать сразу как говорится из коробки что выгодно отличает его от 8-битного кемстон джойстика который старые игры просто не поймут ну и смотрим явно больше кнопок для кемстона и обычно используется либо сеговский геймпад либо дэнди ну сами понимаете сравнение не в пользу этих двух к первой части был обзор подключения к скорпиону и ленинграду 48 тут же покажу наглядное использование в играх старые игры конечно найти которым нужно столько кнопок довольно проблематично на вскидку вспомнил airwolf 2 ай не попасть вот попал в airwolf 2 нужно 8 кнопок правда там две кнопки паузы почему-то зачем так сделано не ясно но ладно так включаем все читы потому что моя задача показать управление не умирать на каждом шаге загружаем игру и сразу же можно с геймпада выбирать пункты меню поскольку все передние кнопки это цифра от единицы до нуля 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 двоечка тройка четверга то есть в большинство игр можно лазить по менюхам прямо отсюда ну что ж сдаем управление влево вправо вверх вниз огонь дополнительное оружие пауза и рестарт выход из паузы как-то интересно сделано ну что поехали звук прибавлю чуть-чуть напомню мы с бессмертием играем все работает сейчас возьму какую-нибудь пару бонусов чтобы было чуть-чуть видно лучше как она работает все управляется пожалуйста без бессмертия проходить довольно сложно x2 активируем получаем двойную скорость стрельбы еще какая-то плюшка у нас смарт это по-моему убить всех врагов вот пауза для продолжения нужно нажать вторую кнопку еще и мотор заработал оригинально сделано вот заткнулся мотор это убить всех врагов дополнительная кнопка вот отлично все работает из новых игр для демонстрации выбрал кослованию поскольку в ней нужно аж 10 кнопок на управление тут даже 8-битный кемсон не справится так задаем настройки переназначить кнопки переназначить вверх-вниз влево-право удар ну дополнительное оружие следующая предыдущая повесим вот сюда например это будет карта старт будет выход сохраняем теперь уже работает с геймпада игрушка конечно клевая новая новая игра давайте начинаем куча кнопочек в новых играх конечно это будет очень классно ну надеюсь по крайней мере что они будут под нее когда-нибудь у нас диалог фиг с тобой отпустит и у нас уже со своими диалогами спрыгаем оружие приседаем что еще можно подавить а карта дополнительного оружия у нас пока нету но кнопка сама работает тут с этим проблем не то вот как то так старт это у нас выход продолжить вот все работает соответственно предлагаю программерам подумать над поддержкой такого стандарта можно будет задействовать комбинации различных клавиш то есть как на приставке зажали или даже два шифта сразу можно зажать и уже управлять дальше а теперь немного о поддержке геймпадов в эмуляторах и возможности поставить предложенную раскладку по типу sony есть у нас вот такой значит геймпад для писюка спасибо моему старому другу подогнал попользоваться и что могу сказать новости для эмуляторщиков у меня если не идеальная не отличная то вполне хорошая значит во фьюз и анрел спеки не работает вот это вот крестовина направлений вместо нее видится только аналоговое что не есть хорошо дальше во фьюз заработали только вот эти четыре кнопки остальные все он не видит в анрел спеки ситуация получше кнопки он видит все за исключением вот этой что мы понимаем тоже не есть хорошо поскольку одна кнопка от соньковского у нас не работает а вот в спектакуляторе заработалось после настройки всего с чем вас могу поздравить вот у нас запущен спектакулятор запускаем мой тест покажу как это все работает кнопки уже настроены на соответствие предлагаемой мной раскладки нажимаем старт нажимаем крестик L2 плюс R2 и последний тест конфликт рядов он тоже проходится во всех трех эмуляторах причем Select X плюс R1 L1 готово ну а теперь жмем кнопочки кстати в качестве направления работает как аналоговая ось так и обычная и вот она работает только в спектакуляторе кнопки остальные все работает конфликта полу рядов нет вот нажимаю те же самые комбинации 1 2 3 4 5 и нолик то есть крестик конфликт рядов отсутствует так что эмуляторщики могут сразу задействовать предложенный мной стандарт без всяких дополнительных мучений достаточно всего лишь настроить конфигурацию кнопок всем спасибо до новых встреч и Продолжение следует...